Привет, ребятки! И сегодня я решил сделать очень необычный ролик. Такого я ещё не делал, ну, по крайней мере, на видео точно. Я решил себя проверить. А предыстория такая. Попалась мне вот тут такая книжка замечательная, подкинули мне по Тёрным каналам, под авторством Елизаветы Хейно Нен, не знаю, куда ударение ставить, даже не знаю, откуда эта дама, пытался нагуглить, что-то не получилось, может, плохо просто умею гуглить. И книжка эта очень клёвая. Тут берутся всяческие грамматические структуры, как она, собственно, и называется, и просто сравниваются какие-то фразы, и автор пытается выяснить, похожи для вас эти фразы или всё-таки разные они. Вот, значит, тут очень-очень много этих всяческих заданий. И аж, собственно, вот, давайте промотаем, 891 задание. То есть, но нормуль, короче. И я решил, так как я чуть-чуть её полистал и понял, что это серьёзная литература, и тут очень круто, прям, ну, блин, как будто, если честно, и я её заставлял, потому что очень схожая манера и прямо кайф, когда берётся не просто скучный, там, презент, все эти симплы и так далее, а просто сразу прямо, прямо в печку прыгаешь, и сразу тебе даются с первых же заданий какие-то сложные конструкции достаточно, и ты должен уже уметь шарить. Поэтому этот видос будет для людей далеко не с нулевым знанием английского, поэтому тогда лучше выключайте сразу, иначе будет сложно. Итак, мой генератор рандомных чисел готов. И от 1 до 891 задание. Здесь всё вбито уже. Пока хочу взять 10, посмотрим, как пойдёт. Если вам понравится, возьму все 890. Короче, generate. 457. Я, наверное, увеличу вот так вот, чтобы неповадно было подглядывать и мне, и вам. Так, какой? 457. 4, 5, 7, 4, 5, 7. Потому что здесь сразу ответы как бы под ними, и я... Я же хочу сам, я же умный. 457. Есть ли, на ваш взгляд, разница между следующими двумя предложениями, или они означают одно и то же? Первое. His wife always interrupted him when he was talking and he didn't like it. Второе. His wife was always interrupting him when he was talking and he didn't like it. Это просто. В первом предложении речь идёт о том, что в принципе так у них было заведено в семье, что когда бы он не говорил о чём-нибудь, жена его всё время прерывала по жизни. Вот так у них строились отношения, взаимоотношения. Ну, ему это не нравилось. А во втором случае я бы сказал, что в какой-то конкретной ситуации, пока он говорил, то есть, ну, не знаю, там застолье у них было вчера вечером, и он с гостями ему что-то там общался на какую-то тему, и она всё время его прерывала именно в ходе какой-то конкретной тусы. И посмотрим, теперь прав ли я. В первом случае говорящий просто констатирует факт. Когда он говорил, его жена всегда перебивала его, и ему это не нравилось. Во втором предложении говорящий, рассказывая о семье своего знакомого, выражает и своё собственное отношение к описываемым событиям. А не только парню, о котором идёт речь, но и самому говорящему не нравилось поведение его жены. Окей. При переводе на русский язык эмоциональность второго предложения можно передать лексически, например, заменив слово «всегда» на «вечно». Когда он говорил, его жена вечно его перебивала. Окей. Ну ладно, да, continuous бывает иногда, когда применяется с наречием always, берёт как бы несколько другой оттенок, приобретает. И уже это не просто всегда, а да, по жизни, там, без конца и края, и вот это вот всё. Ну да, что-то always я проглядел. Окей. Поэтому, ну не знаю, полбалла мне. Предположим, всё-таки я ответил. Ну, полуправильно. Окей. Дальше. Шесть, шесть, шесть. Это прям правильное число. Так, шесть, шесть, шесть. Идём туда. Надеюсь, там что-нибудь про дьявола. Очень надеюсь. А шесть, шесть, шесть. Я спускаюсь вниз, в преисподнюю. Окей. Взгляните на следующее предложение и скажите, означают ли они одно и то же. Я бы первым сказал, что человек, как бы, вроде бы, может, кого-то и знал, ну, предположим, этого человека, некоего химма, да? Но вдруг выясняется, что он говорит, ну, я вообще на самом деле так-то его даже не знаю. То есть, может, он сделал что-то такое, что повергло в шок его знакомого, и он, и он хуй, короче, от этого всего. А во втором случае, просто человек констатирует факт, что, типа, вообще-то я даже его не знаю. То есть, типа, не спрашиваю у меня ничего про него. Полными синонимами не является. Окей. В первом случае говорящий пытается уверить собеседника в правдивости своих слов, но я на самом деле его не знаю. Окей. Во втором указывает на неправильность первоначального предположения. Вообще-то, по правде говоря, я с ним даже не знаком. Мне сложно. Я, типа, ну, чувствую, что я был близок, но в первой, да и вообще, в принципе, первую точно фразу можно именно так и где-то использовать. Конечно, надо больше контекст, но окей, ладно, идём дальше. 96. Окей. 96, идём вверх. Из преисподней наверх. 96. Так, листаю, листаю. Не смотрю никуда, не смотрю вообще. Окей. Одно из следующих предложений можно закончить словами but the right words wouldn't come. Но нужные слова не приходили на ум. Какое? Окей. Смотрите, смотрите, когда вы используете try с ing формой, то обычно речь про то, что вы пытаетесь чё-то починить. То есть, например, сломалась у вас машина и вы такой, типа, или такая. I tried kicking the wheel. I tried checking the oil level. I tried pushing it. I tried pulling it. То есть вы пытались решить проблему какими-то действиями. Обычно вот так это и выражается. Именно try и с ing. Или там, не знаю, некоторые пытаются починить компьютер, переустановив винду или что-нибудь ещё. Опять же, I tried reinstalling windows. Или I tried, например, vacuuming it. Типа пылесосить. Может, там забилось пыль где-то внутри. Ну, в общем, вот. И, кстати, это не подходящий здесь вариант, потому что я бы взял второй. I tried to write. Означает, что человек попытался чё-то написать. Может, он писатель или ещё какой-нибудь там. Пишет эссе какое-нибудь экзаменационное. Но вот слова нужные никак не приходили на ум. Поэтому я выбираю второе. Мне кажется, это верный ответ. Смотрим. Этими словами можно закончить лишь второе предложение. В первом предложении после слов I tried writing следует поставить точку. Ну, почему? Может, запятую, можно I tried writing, then erasing, then, не знаю, painting, так далее. В нём говорится, что какое-то время я пытался писать, то есть был писателем, но потом бросил это занятие. Оу, то есть всё-таки не разово. На самом деле вообще пофигу. Типа, да, и то, что они говорят, можно и так взять, что несколько было попыток. То есть не просто попытался, а пытался писать, но так и не, как бы никогда не приходили слова на ум. Но и разово абсолютно нормально. Типа у нас отказ всегда это won't плюс глагол, а здесь раз прошедшее время это wouldn't и глагол. Всё верно. Поэтому, Елизавета, я всё-таки заявляю, что я прав тоже, как и вы. Дальше. 6, 3, 4. Что у меня с прононсом? 6, 34. Поехали, посмотрим, что у нас там. Я почти там уже. Так. Пока чайку бахну. Я напоминаю, что я разбираю книжку «Английские грамматические структуры» 2017 года под авторством Елизаветы Хей, но не знаю, как удаление ставить, но книжка прекрасная. Обязательно её приобретайте, покупайте. Можете, конечно, скачать для ознакомления, а потом удалить или купить. 6, 3, 4. Поехали. Взгляните на следующие предложения и скажите, означают ли они одно и то же. The whole family took sick и their family took in the sick. Я знаю ответ на этот вопрос. Елизавета, пожалуйста, давайте мы будем солидарны наконец-то хоть раз и полностью совпадут наши версии. Значит, первый вариант я... Ну, во-первых, нет, это не одинаковое предложение по смыслу, отнюдь. Первое предложение я бы перевёл «Вся семья заболела». Мне кажется, это уместно. Разболелась, заболела, слегла. Почему-то мне кажется, что это будет вполне подходящий вариант. А второе предложение — это перевод такой. Их семья взяла больных. Ну, не знаю, под крышу свою взяли и заботиться о них. Вот. Поэтому давайте проверим. О разных вещах речь идёт. В первом предложении мы имеем дело с источным соучитением «take sick» — «заболеть». И всё предложение в целом означает «Вся семья заболела». Окей, надеюсь, не короной. И не умрут они. А во втором случае перед нами фразовый глагол «take in» — «давать приют». И всё предложение, соответственно, означает «Их семья приютила больных». Ну, я же то же самое сказал. Другим глаголом просто. Вот. Поэтому... Та-дам! Нормально идём. Идём дальше. Так, это у нас было... 5-4? Бля, ну я чё-то улетел. I got carried away. 271. Будем считать, что я сделал 4. Если я плохо умею считать, то, ну, сделаю на 1 больше. Какая разница? 271. Идём вверх. Идём вверх. Так, где мы? Идём вверх. Окей. Переведите следующие предложения на русский язык. She left work at 6.30 или half past six, как некоторые фанаты любят. She left for work at 6.30 или half past six. Это я тоже в курсе. И про это, кстати, вот ролик. Вот смотрите. Вот сейчас здесь он, опа, появился. Про это уже было. Чё тут рассказывать? Leave плюс место это уходить откуда-то. Откуда-то. А leave for это уходить куда-то. Поэтому в первом случае она ушла с работы. А во втором на работу она ушла. I'm God, right? Окей. Следующее. Предположим, шестое. Нет. Да. Да, шестое. 108. 108. Going up. Так. 108 где-то рядом. Окей. Вот она. Как изменилось значение фразы от перестановки слов или не изменилось? Окей. Perhaps it is just as well that I should go before something else happens. Окей. Perhaps I should go as well before something else happens. Я бы не сказал, что это одинаковые опять фразы, но они не так уж сильно и отличаются. Вообще as well это в принципе то же самое, что also или to типа тоже. В очень многих случаях именно так оно и переводится. Поэтому нет, все-таки я фиг с ним. Я рискну и скажу, что да ничего особо не изменилось. It is just as well that I should I should go as well. Вот тут точно во втором предложении вероятно мне тоже надо свалить прежде чем что-то еще произойдет. Ну, короче, рискну и скажу, что это одинаковые вещи. Несколько отличается. СК. Первое предложение означает может быть мне лучше уйти, пока не случилось еще что-нибудь. А, окей. А во втором может быть мне тоже уйти. I fucked up. Okay, you see. Даже на старуху. Старуха это в данном случае конечно же я, а не Елизавета. 5-6-0. Идем вниз. Это у нас седьмое уже, как мне кажется, сколько я помню, задание, поэтому мы уже на второй половине. Очень, очень сильно на второй половине. Окей. Задание 5-6-0. Следующие предложения отличаются временем действия. Отличаются ли они также по смыслу? Окей. Whom did you say you had seen? Who did you say you were seeing? Я бы сказал, ой-ой, простите. Я бы сказал, что в первом случае бухта фриланса. Отвали пока. Пока я занят. Закрыть телеграм. Окей. Значит, в первом случае я бы сказал, что человек интересуется кого, как вы сказали уже до этого, вы видели тогда-то. То есть, например, сказал он это что-то, типа в 9 утра сегодня он говорит я там кого-то видел. в 9 утра он сказал это. В 12 приходит следователь и говорит а кого вы сказали вы видели? То есть, вы сказали в 9, а видели-то, ну там, позавчера, два дня, двумя днями ранее. Надеюсь, понятно объяснил. Во втором же случае с кем вы виделись или встречались? То бишь, может быть, либо с кем у вас была встреча, как вы говорили, или с кем вы встречались, почему бы нет, может быть, даже речь про отношения. Давайте выясним. Окей, собственно говоря, в них речь вообще идет о разных вещах. В первом случае автор спрашивает, кого ты, я все-таки более вежлив, вы, говорите, видели, а второму вы интересует, с кем вы с общением встречался, то есть, был в дружеских или интимных отношениях. Ну, интимных сразу, потому что они просто ходили в кино и лишь держались за руку. Ладно, Елизавета. Окей. Восьмое. Пятьсот шестьдесят четыре. Ходить далеко не надо. Идем, 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 идем. И вот оно. Так, вот досудно. Ответьте на следующие вопросы, выбрав для каждого случая подходящий ответ из вариантов ответа, предлагаемых под чертой. Предложили ли они тебе работу? Was it two years ago? Это было два года назад. И did he realize, did he realize his mistake? Понял ли, осознал ли он свою ошибку? Первый вариант, я думаю, что это pretty soon. Типа, они тебе предложили, а нет, стопэ, стопэ. Did they offer you the job? There and then. Это первый вариант. Типа, прямо там, прямо тогда. Сразу же. Взяли в связной на месте. Человек пришел, сразу его приняли на работу. Was it two years ago? Я бы сказал, что это третий вариант. There or thereabouts. То есть, примерно там или что-то около того. Там два, два с половиной, может, года там, или еще сколько-нибудь. Ну, как бы, чтобы показать неуверенность в точном количестве времени. Окей. Ну и did he realize his mistake? Это pretty soon. Отличный ответ. Довольно скоро, почти сразу же он понял свою ошибку. Окей. Около того, тут же сразу же и did he realize his mistake? Pretty soon. Довольно скоро. Отлично. Восьмой вариант побежден. Идем дальше. Десять. Окей. Здесь я буду честен. Я не знал правильный ответ. И я уже говорил вам, что я эту книжку немножко полистал, но буквально первые, реально там, 15-20 заданий и все, не больше. И вот здесь я затруднился. Ответ следующий. Первое предложение переводится. Не было никакой надежды, типа, кроме вот одной, какой-то последней. Была последняя надежда. Вот так переведем это. Была самая, как это, последняя надежда на кого-нибудь, может быть, или на что-нибудь, и все. А второй переводится, типа, не было вообще никакой надежды, а спасти даже одного. И вот, собственно, вам и варианты. Но это не будем мы считать, потому что, как я сказал, я это уже знал, но теперь я, запомнил. Так что имейте в виду, если у вас, например, осталась одна сишка, вы можете сказать there's no cigarettes, save one. Осталась одна, единственная сишка. Окей. Generate. 6, 5, 5. 600 меня куда-то кидает туда. 6, 5, 5. I'm coming. 6, 5, 5. Где это? Во, супер. Есть ли, на ваш взгляд, разница в значении следующих двух предложений или они означают одно и то же? I'm quits with him. I'm well quits of him. To be quits with это когда вы что-то хотите покончить. Еще часто говорят call it quits. Поэтому я с ним покончил. Ну, типа, не знаю, порвал отношения, например, какие-нибудь там дружеские или интимные, как нам уже Елизавета предлагала сегодня, ранее. I'm well quits of him. А вот здесь я бы перевел А я не знаю, как это перевести, друзья. Окей. Избавился. Ну, ладно. Бля, Елизавета, ты очень прикольная девчонка. Подкидываешь вообще прям нормально в печку. Ладно, не засчитано мне это. Последнее. 78. Решающий. Пусть будет решающий. Шарю я в чем-то или нет? Стоит ко мне вообще обращаться за помощью или не стоит? Вообще абсолютно абсолютно трата времени. Окей. Есть ли, на ваш взгляд, разница в значении следующих предложений или они означают одно и то же? Вот все задания в основном такие. То есть я не преувеличивал и мне реально кайф делать, потому что это прямо my style. She always sang the same song. She kept singing the same song. Ну, конечно, если буквально воспринять, то разницы-то нету. Типа, либо она всегда пела одну и ту же песню, реально, типа композицию и так далее, трек, а либо она продолжала, продолжила петь ту же самую песню. Ну, не знаю, может, она ей нравилась, она пела ее нон-стоп. Но я бы второй еще перевел, что типа она продолжала как бы петь, вот, ну, как мы говорим, да, опять с этой своей песней. То есть как будто она заладила о чем-то. И без конца и края она продолжала и продолжала там, не знаю, ну, ну, нудеть, нудить, нудить, наверное. Короче, ныть про что-то, прямо вот повторять и повторять что-то. Поэтому давайте сравним. Первое означает, что она всегда при каждом случае пела одну и ту же песню. Второе, что она пела и пела одну и ту же песню, не переставая. Елизавета, я с вами не согласен. Встретимся в суде. Поэтому все, с меня хватит, пошла в жопу эта книжка. Нет, на самом деле она клевая. И я, если вам понравилось, если вам понравились такие мои вот абсолютно не не стрёмные для меня фейлы, что я что-то не знаю и реально теряюсь, и вы хотите еще поиздеваться надо мной, но я-то при этом эти все варианты запоминаю, то пишите хотя бы те землекопы мои, которые это все смотрят. Давайте, активизируйтесь и скажите мне, хотели бы вы продолжение этого всего банкета. А я с удовольствием вообще. Поэтому я вас верю. Елизавета, nice fucking book. Это, кстати, не единственная книжка, поэтому можете порыскать в гуглах. Она прям молодец. Ну все, че, до новых встреч. В этот раз я пока проиграл, но... Но я буду стараться. Я буду идти к победе. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok